Друзья мои, всем вселенский привет! Стоит ли с ним продолжать отношения? Расклад будет для вас на картах Ленорман в тот момент актуально, когда вы и нашли. И я знаю точно, что карты дадут здравый, практически совет вам. Стоит ли с ним продолжать отношения? Здесь две колоды, кстати, называются они Лиловые и Вишневые сумерки. И две колоды более глубоко, конечно, смотрят и более детально отвечают на вопросы. А вопрос простой, житейский. Чувство мысли мужчины на момент просмотра? Стоит ли именно с ним, с тем человеком, о котором вы сейчас думаете, продолжать отношения? Кстати, по моим раскладам иногда исцеляется что-то кармическое, родовое, что-то вдоль веков, что на самом деле блокирует ваши теперешние отношения. Так что смотрите, я знаю точно, что всем поможет. Итак, берем первую карту. Стоит ли с ним продолжать отношения? Карта Лилии, она говорит, стоит. Ну а детали о его чувствах, мыслях и как он будет себя вести, мы узнаем через минуту. Это очень хорошая карта. Во-первых, она Лиловая. Она говорит, что отношения с ним будут очень удачно складываться. И если они были до сих пор напряженные, они станут хорошими. Хорошими, легкими. В каком понимании легкими? Кто не знает мои видео, у меня есть свое видение легких отношений. Я ясновидящий человек. И на мой взгляд, только те отношения имеют место быть и имеют продолжение, где люди любят быть друг с другом. То есть легко, это значит легко с друг с другом. Легкие, это не означает не иметь ответственности или же еще что-то. Но, 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 но. Это другое. Это не легкие отношения. Это наоборот тяжелые, ущербные отношения, там, где мужчина неответственный. Легкие отношения, это когда людям легко с друг с другом. И не потому, что обязаны люди быть друг с другом, а потому, что хочется, поэтому и будут. Кстати, легкость я взяла по ясновидению из букета, карта букет номер 9, из карты лилии. Почему? Скажу просто. Потому что цветы, они распускаются, потому что им легко. Все в природе легко себя ведет. И это правильно. А мы люди напрягаемся, поэтому мы мучаемся. В общем, по этой карте просто. Вы будете с ним жить всю жизнь и очень-очень счастливо. Я карту оставляю, потому что я потом их, конечно, сравниваю, да. Очень хорошая карта. Кстати, для отношений карта лилия самая лучшая. Потому что она говорит, что отношения будут развиваться, они будут становиться все глубже, все серьезнее. И вместе с тем будет хорошо, приятно с человеком. Потому что лилии благоухают, да. Намек на благоухание ваших отношений. Итак, ну давайте посмотрим его чувства. Мысли, чувства и его поведение. Загаданный вами срок. Я знаю точно, что это на всю жизнь. Это будет очень счастливо. Поэтому эта карта говорит, что срок на всю жизнь быть с этим мужчиной. Этот мужчина по судьбе. Лилия – это самый лучший вариант, который вам дала Вселенная. Именно эти отношения. Это карта лилии. Я просто вам даю ее рекомендации. Что-то в этой куртке жарковато. Ну ничего, у нас здесь жарко. У нас здесь расклад. Расклад всегда жарко. Карты жаркие. Карты греют лучше куртки. Итак, его мысли. Но медведь. Медвежьи мысли. А еще есть карта лилии. Смотрите. Это медвежьи мысли человека, который себя чувствует ответственным за вас. Вот именно в этой комбинации. Потому что лилия – это ответственность. Я вам напомню, что атрибут лилии – это атрибут, например, королей. Французских королей. И вообще, что такое король? Там управитель какой-то. Он ответственный просто. Мужчина хочет с вами очень стабильных отношений. Потому что символ лилии – это символ королей. И это символ защитника. Он хочет быть защитником. А также медведь – это защитник. Также символ лилии мы видим, если кто не знает, на картинах, где изображается Дева Мария. Ну, из древня. Вообще символы, они вселенские, во всех культурах они используются одинаково. Ну, разная атрибутика, да. Дева Мария с лилиями, потому что она дает нам стабильное спасение. Мужчина – медведь в голове. То есть, что это означает? В голове он хочет стабильности с вами. Он хочет быть вам защитником. Он сейчас, может быть, решает какие-то вопросы, чтобы вас защитить от каких-то темных сил, от каких-то претензий других людей, от каких-то нападок родственников, от каких-то нападок недоброжелателей, врагов. Медведь защищает от врагов. Медведь делает границы. Кто-то меня спросил, как это – определить границы. Но определить границы между собой и другими, они всегда должны быть. И у нас граница – это аура. А у нашей Земли, матушки, граница – это атмосфера. Поэтому, в принципе, атмосфера защищает Землю от нападок других планет, других комет, например, каких-то. То есть атмосфера, она защитная. И это понятно, что мужчина, как медведь, хочет вас защитить. Он хочет выставить границы между вами и вашими противниками. И знаете, всегда мужчины были защитниками во все времена. И это очень здорово, потому что такая простая вещь. Женщина-хранительница очага всегда была. Мужчина, он был в социуме главный. Женщина – главная дома. Но сейчас уже все по-другому во многих странах. Мне пишут разные письма люди. И я скажу одно, ну, комментарий. Что делайте так, как вам удобно. Вот это ваша пара, как вам удобно. Закон Швеции, знаете, и закон других, например, восточных стран. Или Дальний Восток, или еще как-то. Совершенно другие законы. Это не говорится, что что-то лучше, что-то хуже. Такой закон, как в ваших краях, правильный. Вы же не можете жить по законам какой-то дальней страны в вашей стране. Но это не получится. Потому что есть определенные нормы поведения. И в каждом обществе она разная теперь. Абсолютно. Поэтому здесь я вижу, что если в вашем обществе женщина-хранительница очага, мужчина зарабатывает. Здесь у него в мыслях, как заработать хорошо. Много заработать для вас. Если вы живете в западных странах, где совершенно другие рамки. Они не лучше и не хуже. Они просто другие. Здесь мужчина, ну да, в тех других странах. Например, там, я не знаю, Новой Зеландии. Например, возьму нейтральную страну, чтобы нападок на меня не было. Потому что я карты считаю. Все зависит от того, где вы живете, друзья мои. Все по вашим законам. Например, в Новой Зеландии вы живете. И если мужчина, например, вам диктует, как вам быть. А он диктатор здесь немного, да, по медведю. А вот он, знаете, как нежный, ну нежный диктатор. Мой ласковый, нежный зверь. Вы понимаете, слово зверь здесь ключевое. Вот, смотря, как для вас это работает. Если для вас это допустимо, хорошо. А если недопустимо, делайте что-то с этим. Но мужчина к вам любовно настроен. Если он и диктатор, это от большой любви. Вот по этому раскладу, если он в голове у себя и диктатор, это он как защитник. Это от большой любви. Вы знаете, у них патриархально. Вот уже кто знает моего Николая? Но я пример привожу, пока карты делаю. Тасую. Уже такой добрый, спокойный, тихий человек. И то у него иногда этот архетипичный мужчина, такой просто эгоист просыпается, что слов нет никаких у меня. Я улыбаюсь, потому что я знаю, что это не его натура. Это в нем проснулся троюродный дедушка. И все. Ну здесь мужчина, да, он нежный, любящий зверь. Вот это вот мне сейчас приходит из потока. Это вот то, что есть. Его чувства. Ой, любит, не может, обожает. Потому что рыбы, Ленорман, это самая сильная карта, что касается чувств. Уже сильнее карты? Нет. Нет, даже сердце не такая сильная карта, как рыбы. Он вас точно любит. В этом не сомневайтесь. Посмотрите, какой расклад. Смотрите. В сердце у него любовь, любовь и только любовь к вам. Обожает, не может, обожает. Если вы ссоритесь при таком раскладе, только одна причина может быть. Это архетипичное. Это кармическое. Любые отношения изначально кармические. Потому что, когда мы встречаем человека, мы не можем встретить того, которого мы вообще не знаем. У нас отторжение будет. Поэтому где-то в прошлых жизнях вы пересекались. А в прошлых жизнях необязательно пересечение. Это было благотворное. Потому что темные века дают нам кровавые результаты. И мы сейчас видим, что творилось в темные века. Мы можем там осуждать, например, католическую церковь за это. Тогда все поступали ужасно. Тогда были просто темные века. Поэтому, когда Папа Римский говорит, я не буду извиняться за канадский жертв. Но он имеет в виду, что это были темные века. Здесь он прав. Но церковь должна вести себя по-другому. И здесь он не прав, на мой взгляд. Но это лишь только мое такое, как бы сказать, мнение личное, что касается именно этого вопроса. Я вам привела пример, чтобы наглядно было. Были темные века. Поэтому, если вы, девочки и мальчики, сейчас с мужчиной ссоритесь, не можете найти общий язык. Там какие-то соперницы. Они делают привороты, но им будет обратка. Это нельзя. И я говорю, что если вы ссоритесь, это кармическая отработка. Бывают, расклады показывают, ищите другого. Но этот расклад показывает, не ищите другого. Этот мужчина вас обожает. И попробуйте, ну месяц, другой, третий. Пробуйте договориться. Посмотрите, как будет. Держите всегда себя, знаете, в каком состоянии. Вот лилии, это здесь и сейчас. Потому что цветы, они здесь и сейчас цветут. В общем, смотрите по обстоятельствам. Но мужчина будет стараться пробовать, показать вам любовь. По карте рыбы. И доказать любовь на деле. По карте медведь. Это очень хороший расклад. Очень хороший. Так, давайте посмотрим, что будет в его действиях. Что будет в его действиях. Карта луна. Он будет стараться вам угодить. Это карта эмоций. Эмоциональность. Любовная эмоциональность. Признание при луне. А вообще вот такая составляющая, это же расклад. Вот такой расклад, это означает, что будет близость, будет любовь, будет сладость отношений. Да, потому что рыбы вместе с луной, да еще и вот такое сочетание медведь и лилии, это обязательно любовь, нежность, признание, прощение, просьба о помиловании. Если мужчина там что-то накосячил, как говорят, да, такие слова, я их никогда в жизни не употребляю, слово накосячил, например. Ну, мне из пространства приходит, это еще раз подтверждение того, что это не мои слова, я от себя никогда не говорю. Если я привожу примеры, это только для наглядности, потому что про карму много есть неправильной информации, да, очень много. Такой информации, как тяжелый крест. Нет, это не тяжелый крест. Это просто проявление предков через нас, и мы должны с вами знать, что мы можем решать, проявляться предками или нет. Мы можем их успокоить и сказать им, не проявляйтесь. Вот, предки проявляются через него по медведю, он немножко такой, знаете, хочет быть главным, мужчина главный. Ну, понимаете, у них вот эта функция мужская, да, через медведь показана. Если бы они, знаете, мужчина, который вот мужскую функцию имеет слабоватую, вот, например, там в спальне, он не способен ни на что, он никогда не будет себя главным считать. Потому что у них эта мужская функция, она их провоцирует на то, чтобы себя всегда главным считать. Вот это, здесь такая тонкая грань между мачо, которое пришло к нам с востока, в принципе, да, утрированное, такое, exaggerated, такое гипертрофированное мачо, это отвратительно. Но вместе с тем, вот немножко этого мачо, оно необходимо мужчине, чтобы, ну, просто скажу, женщину удовлетворять. Все, понимаете, все, здесь все так понятно и просто. Да, такая вещь. Итак, совет, вам совет. Хотелось сделать расклад маленький, коротенький, но гадалка говорит еще не конец расклада. Карта гадалки, самая любимая карта в колоде. Это карта народного психолога, коим я являюсь. Гадалка привлекает ваше внимание к чему-то. Народный психолог, это и есть гадалка, которая смотрит советы по картам на будущее людям, которым нужно помочь. И это было всегда лучше, чем к психологу нужно там, не знаю, сколько денег потратить. А сейчас вот YouTube все бесплатно, и гадалка бесплатно к вам пришла. И говорит вам, да, правильно Лена сказала, говорит гадалка, спасибо. Насчет медведя, да, правильно Лена сказала насчет лилий, и да, правильно сказала насчет этих двух карт. Это подтверждение моим словами. Она говорит, и сейчас она от себя, то есть это вселенская гадалка, такая архетипичная. Теперь она от себя даст именно вам, кто слушает сейчас совет. Не сомневайтесь, каждый человек все видит субъективно. Субъективно, значит, по-своему, каждое слово понимает по-своему. Поэтому гадалка сейчас обращается ко всем. Знаете, ведь с речью какой-то президент обращается ко всем, и каждый по-своему понимает, понимаете? Такая вещь. Вот для меня президент, это тот, который смотрит меня. Вот этот человек, для него я и стараюсь. Простой человек, такой, как я, простой. Ну что она хочет сказать вам? Ну что? О, якорь, я очень рада. Ну вот, что она хочет сказать. Потому что рукой предсказателя ведет сама судьба, да? Я спросила, могу ли я моей рукой взять карту, которая выразит вам, что гадалка хочет сказать. Она просто говорит, да, можешь, и карта якорь. Ох, как мощно! Стабильный мужчина. Стоит ли с ним продолжать отношения? Карты Ленорман и Торони минималистичные. Просто, прямо, понятно. Стоит, все. И вы сами знаете, что такое якорь? Это стабильность. Уже что может быть менее стабильно, чем корабль? Подумайте. Ничего. В принципе, потому что корабль, он зависит от воды, например, да? Во времена Ленорман не было этих моторчиков. То есть корабль зависит полностью от воды, ну, и паруса. То есть от ветра и воды. Самое нестабильное – это корабль. Вот. Куда волна, туда и корабль. Кстати, то же самое происходит в космосе. Потому что в космосе, когда ракета стартует, там ей не нужно топливо. Там все плывет. Все расширяется. Все плывет. Все идет дальше. Кстати, наш ум по образу и подобию космоса. Он тоже хочет что-то новое, да? Но здесь мужчина, он определился, якорь пустил. И поэтому якорь, он как бы полная противоположность нестабильности корабля. То есть у каждого корабля есть свой якорь, да? Если ракета должна приземлиться, у каждой ракеты должно быть достаточно топлива, чтобы приземлиться на какую-то поверхность. А это огромное количество топлива. Поэтому мы не можем еще пока лететь на другие галактики по этой причине. Вот такая вещь. И здесь у нас, ну, одна из причин. Я вообще не астроном, я астролог, кто не знает. Мы немножко так. Любим очень. Очень-очень любим про звезды. Здесь у нас якорь говорит, гадалка говорит, стоит с ним продолжать отношения. Стоит искать общий язык. Вообще с любым человеком, который вас любит, стоит всегда искать общий язык. Вообще с любым человеком всегда стоит искать общий язык. Потому что это жизнь, поиск общего языка. Понимаете? И гадалка говорит одним простым словом, что он хочет с вами стабильных отношений. Он вообще хочет стабильности в жизни. Он хочет стабильности, он хочет уюта, спокойствия, спокойной жизни. Утром встал, приятный запах кофе, поцелуй. Нежные слова, спокойные с утра, без надрыва. Это утро. Ничего не нужно решать дико, прямо утром. Оделся красиво, нравится одежда. А если есть возможность пойти пешком на работу, да это же кайф какой. Мало у кого такая возможность есть. Там или в транспорте и так далее. На работе все нормально, солидно, спокойно, кстати. Ведь якорь это хорошая работа, будет у него и у вас. Пришел домой, прекрасный дом. В доме всегда хорошая погода. Мы должны понимать, природа, она имеет, как говорят, нет плохой погоды у природы. Но мы знаем, что есть и слякоть, и дождь, и снег, и все такое. Но есть хорошая погода в доме. В доме всегда должен знак плюс быть. Всегда хорошая погода. Вот об этом якорь. Он хочет, чтобы между вами в вашем доме всегда была хорошая погода. Он только к этому стремится. Говорит гадалка теперь. Вообще какой расклад шикарный. Я обожаю вот эти карты. Посмотрите, какие они замечательные. Сколько они добра приносят. Это как обереги для вас. В доме у вас всегда будет хорошая погода. В доме всегда с этим мужчинам будет взаимопонимание. Знаете почему? Просто он к этому стремится, и вы к этому стремитесь. Поэтому это будет. Эта сирена включилась. Теперь она выключилась. Вот такой расклад, дорогие мои любимые. Очень хороший расклад. Гадалка говорит, будет стабильность. Будут долгие отношения, счастливые. Будет любовь. Будет эмоции приятные, страстные эмоции. Вот так вот эта комбинация страстные эмоции. И вообще луна-то судьба. Так что мужчина по судьбе. Это один из лучших вариантов, который вам могла дать судьба. Такой расклад, девочки, мальчики. А я хочу сказать, что я вас люблю, обожаю. Вы для меня мои родные люди. И мне с вами всегда очень интересно. Надеюсь, что и вам со мной не скучно. И мы с вами обязательно и очень скоро еще увидимся. Вы, наверное, удивляетесь, почему я в теплой куртке. Ну, потому что я живу в Ванкувере, кто не знает. И это приморский климат. Практически, ну, не могу жаловаться. Ну, холодно, да. Сибирская такая составляющая есть. Я, в принципе, в Сибири живу. Это Сибирь, Канада. Но здесь у нас еще не так холодно, как бывает, конечно. Что там говорить. Ну, во всяком случае, прохладно. Поэтому я в куртках. Надеюсь, вам это не в напряг. Но если кто-то напрягается, потому как у кого какая внешность. Или как человек одет. Ну, это нужно с этим что-то делать. Потому что зачем это вам напряжение? Оно же к хорошему не приведет, правда. Поэтому не напрягайтесь. Радуйтесь жизни. И все делайте в кайф. Мне с вами общаться в кайф. Так что я знаю точно, что я еще буду делать для вас видео. И еще очень много-много буду делать для вас видео. Напишите, пожалуйста, или вам со мной общаться в кайф. Ну, а я скажу. Мы с вами очень скоро увидимся.